Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Неделя прошла с момента полного закрытия путепровода на новом рынке. Накануне в мэрии провели совещание, где обсудили возможность повысить пропускную способность на некоторых дорожных участках. И уже с 30 мая будут действовать нововведения на отдельных участках дорог. Их внедряют в тестовом режиме. С понедельника на пересечении проспекта Калинина и улицы Пионеров при движении от улицы Профинтерна из крайней левой полосы движение будет разрешено только в прямом направлении. На пересечении улицы Северо-Западной и проспекта Калинина при движении от проспекта Ленина по улице Северо-Западной из крайней правой полосы движение будет разрешено только направо, из крайней левой по всем направлениям. На пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной при движении со стороны улицы Аносова движение будет организовано таким образом. Правая полоса направо, средняя полоса прямо и направо, левая полоса прямо. На улице Пионеров в районе пересечения с проспектом Калинина при движении от проспекта Ленина будет разрешен поворот налево с двух полос. Движение будет организовано следующим образом. Правая полоса направо, прямо и налево, левая полоса только налево. На улице Профинтерна в районе пересечения с проспектом Калинина. При движении от проспекта Комсомольского будет разрешен поворот направо с двух полос. Движение будет организовано следующим образом. Правая полоса только направо, левая полоса направо, прямо и налево. На улице Матросова в районе пересечения с проспектом Ленина изменится направление движения по полосам. Повернуть налево можно будет только из крайней левой и средний полос. Из крайней правой полосы движение только направо. Начало недели для горожана знаменовалось пробками в 9 баллов. В Барнаульте рассуждали, как удобнее и, главное, быстрее добраться до работы. Что для этой цели выбрать? Автомобиль, автобус или, к примеру, велосипед? Наш корреспондент Дмитрий Дроздов в качестве эксперимента добирался во вторник до работы несколько раз. На часах 6.15. Дороги пусты и пробок будто не существует. Именно в это время можно свободно добраться до любого конца города. Я, например, ехал с улицы Сиреневой до стадиона Динамо на Ленина. На дорогу ушло не больше 20 минут. А вот где-то в 7-7.15 в городе уже начинается пробка, на дорогах не протолкнуться. И в последнее время стало мудным читать сообщения в Дубльгисе. Стояние в пробке считается, как рабочее время? Хочу новую услугу. Кофе в пробке. Куплю машину ближе к Павловскому тракту. Предлагайте варианты. Меняю квартиру за мостом на квартиру в центре с периодичностью 5 на 2 до конца 2023 года. Смотрю видео, как строить мосты, чтобы уже помочь им. В восьмом часу самые проблемные участки дорог убедился, увы, на себе. Это Ленина, Северо-Западная, Павловский тракт, Власихинская и так далее. Но если уж вы попали в пробку, то надо придумать, чем в ней заняться. Потому что простоять можно и час, и два, и полтора. Многие говорят, бросайте автомобили, пересаживайтесь на общественный транспорт, быстрее будет. Я попытался, но войти в автобус не получилось. По ощущениям, количество пассажиров увеличилось, а вот транспорта больше не стало. Так что в автобусе едут сильнейшие. Такая же ситуация и в трамваях. У меня остались еще два варианта, которые пользуются большим спросом пересесть на велосипед или самокат. Что касается первого, то воспользоваться им не получилось. Электронный замок на велосипеде не хотел работать, а когда я отсканировал штрих-код, приложение было заблокировано. А вот свободных самокатов не так много, а если они и есть, то порой технически неисправны, либо разряжены. Кстати, я вот задумался, может лыжи к зиме прикупить? Ну, если вам не понравилась ни машина, ни автобус, ни велосипеды и самокаты, то есть вариант пешей прогулки до самой работы. Но, правда, это тоже требует некой физической подготовки, потому что чаще всего до работы приходится идти час или полтора, может быть, того и больше, смотря откуда мы с вами пойдем пешком. Вот если, например, я своего дома пойду до работы, работаю в центре, то у меня это займет около 2,5 часов пешком. Подводя итоги, как добраться до работы с комфортом? Если у вас личное авто, то выезжать нужно как можно раньше в районе 6.20. Стоит запомнить, что минут через 30 огромные пробки вам обеспечены. Или выехать в районе половины десятого, заторов уже точно не будет. Но вот рабочий день у большинства начинается в 8 или в 9 часов утра. А что касается общественного транспорта, то пока в этом случае хочется пожелать людям терпения и еще раз терпения. Из всех вариантов, которые я предложил, мне больше всего понравилось раннее автомобильное утро. А что выберете вы? Решайте сами. Дмитрий Дроздов, День с толком. Ну, а это событие для автомобилистов, безусловно, приятное. Два участка Чуйского тракта стали четырехполосными. Официальное открытие дорог состоялось в четверг, в день, когда Чуйскому тракту исполнилось 100 лет. Сегодня по нему проезжают миллионы туристов. Каждый год о планах по расширению трассы расскажет Ирина Корчагина. Граница Тольменского и Первомайского района. Каждый день по этому участку проезжает более 20 тысяч машин. Сегодня здесь открывают новую четырехполосную дорогу длиной в 10 километров. Ее строительство началось осенью 2019 года. Завершить работы планировалось в ноябре, но зафиналили на полгода раньше. Первые пять километров ввели еще в сентябре 2021 года. Мечта автомобилистов о четырехполосном Чуйском тракте все ближе. Так, вместо 2035 года Чуйский могут расширить до четырех полос уже к 2030-му. 182 километра нам осталось расширить до четырех полос. В прошлом году мы 7 километров расширили. В этом выходим на 12. И в следующем году планируем выйти, в случае благополучного расклада, возможно, и в этом году дадим досрочный год, на 24-25 километров. Простая математика показывает, что это действительно 8 лет, и мы можем эту задачу выполнить заблаговременно. Ровно сто лет назад, 26 мая 1922 года, Чуйскому тракту присвоили статус государственной дороги. Сегодня трасса соединяет три региона – Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай. Для нашего региона это еще и самая туристическая дорога, которая ассоциируется с Титовым, Шукшиным, Рождественским. Каждый год по этой трассе проезжают миллионы путешественников со всего мира. Кстати, Чуйский тракт включен в 10 самых красивых дорог планеты. Сегодня то, как организована работа на федеральной сети в Алтайском крае для всех остальных наших дорог, это, конечно, эталон. Это пример, к которому надо стремиться. Там и финансовая составляющая, там и техническая оснащенность и обеспеченность. А это уже другой участок Чуйского тракта – маршрут на Валтайск-Баяновские ключи. Сегодня здесь тоже официально открыли новую дорогу длиной в 11 километров. Четыре полосы повысит пропускную способность на одном из самых загруженных участков Чуйского. Расширять трассу здесь начали два года назад. Все это время поток машин был перенаправлен на объездной маршрут. Добавим, что в этом сезоне расширение Чуйского идет на пяти участках, что сделает дорогу еще более привлекательной для туризма. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Европейская и американская валюта снова растет по отношению к российской. Хотя еще в начале недели сообщалось о рекордном падении евро. Впервые за семь лет его курс на бирже падал ниже 58 рублей. Почему, несмотря на укрепление рубля в последний месяц, цены в магазинах не падают? И насколько реальный был курс? В нашем видеосюжете. Резко вырос, резко упал. Вот только цены в магазинах не упали, а где-то даже выросли. Владелица бутика модной одежды рассказывает, колебания курса евро и доллара ощутили на себе многие. Стремительный рост валюты весной этого года отразился на стоимости закупки сезонных коллекций. Курс рубля к евро варьировался очень сильно. И фактически мы выкупали товар по курсу примерно от 70 рублей за евро до 135 рублей за евро. Кроме этого, мы тратили довольно-таки большие суммы на всевозможные комиссии, потому что комиссии по конвертации рублей в валюту, за переводы и разные другие скрытые комиссии, они доходили достаточно до больших существенных сумм. Однако предоплаты, сделанные за 8 месяцев, все же помогли избежать критических расходов и вынужденного повышения цен. На сегодняшний день курс евро на бирже упал до 58 рублей. Владелица бутика не скрывает, о такой стоимости в период закупки коллекции можно было только мечтать. С одной стороны, радостно, что курс такой, мы стараемся максимально выкупить большую часть товара. С другой стороны, мы понимаем, что это явление, скорее всего, временное и ждем нового скачка, скажем так, валюты. Предполагаем, что, скорее всего, он наступит. Если не сейчас, то, может быть, летом или в конце лета. Для Марины изменение курса валюты пришлось как раз вовремя. Женщина планировала отдых в Турции, и резкое падение помогло ей неплохо сэкономить. Когда посчитали тур на двоих взрослых на 9 ночей, правда, вылет из Москвы получился, тур стоит 150 тысяч рублей. А это мы считали в пятницу. А когда я пришла оплачивать в понедельник из-за того, что курс евро понизился, то для меня был приятный сюрприз, что тур у меня обойдется в 142 тысячи рублей. Если путевки туристы берут по курсу Центробанка, то на карманных деньгах при поездке сэкономить не удастся. Вариант обзавестись – карта UnionPay. Правда, за нее сначала нужно будет заплатить больше 7 тысяч рублей. В банках Барнаула европейскую и американскую валюту купить можно, но о былой доступности придется забыть. А если все же приобрести удастся, то стоимость от курса Центробанка будет далека. Придется отдать 80, а то и 95 рублей за евро. Нужно подстраховаться. Наверное, будем часть наличными, часть на UnionPay и часть на карту МИР. Потому что ситуация такая нестабильная. Надо, чтобы везде по чуть-чуть было. К слову, стабильность стоимости товаров при изменении курса валют. Специалисты объясняют желанием предпринимателей перестраховаться. Из-за того, что курс был очень нестабилен, люди заложили уже в цены какие-то более высокие курсы, не те, которые есть сейчас. То есть они пытаются нивелировать риски каких-то колебаний, потому что оборачиваемость товара из-за низкой покупательной способности выросла. То есть товар стоит на складах дольше. И, соответственно, в случае опять повышения курса могут возникнуть проблемы. На самом деле резкое падение валюты далеко не всегда в плюс. Надо смотреть на курс не только с точки зрения импортеров, которые покупают товар и предлагают его, но и с точки зрения экспортеров. Они должны тоже исполнять свои обязательства. Налоговая база должна наполняться. Поэтому Центральный банк сейчас регулирует этими возможностями, послаблениями какими-то, поддерживая более высокий курс. Возможно, он снимет еще больше ограничений. По словам многих российских аналитиков, скоро курс рубля к доллару начнет ослабевать. Эксперты сходятся во мнении, что крепкой российская валюта будет до конца мая, после чего он начнет слабеть до более реальных на сегодняшний день значений. Так что сейчас самое время покупать, но главное найти, так как продают только то, что поступило в банки после 9 апреля. Кстати, большей части населения до доллара нет дела. Ведь и сегодня, и завтра, когда рубль снова ослабеет, резкого снижения цен на товары и услуги не предвидится. София Ценко, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. 26 мая отметили День российского предпринимательства. Праздник относительно молодой. Он появился в календаре в 2007 году, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам бизнеса. А жилось последние пару лет предпринимателям не сладко. Накануне об этом Анара Шагирова говорила с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андреем Осиповым. Андрей Геннадьевич, для начала вообще расскажите, насколько сейчас тяжело быть предпринимателем? Предпринимателям, наверное, всегда быть тяжело. Это большая, скажем так, ответственность и большое решение для людей. В то же время, если смотреть по численности, да, даже в сравнении, например, с 19-м, допандемийным, как мы говорим, годом, у нас ведь практически численность бизнеса не упала. То есть она как была где-то, причем это объективно, это не статистика, которая налоговая там или какая-то. У нас есть объективный показатель. И причем в 2020 году он прям четко определился. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства, он в июле месяце подает определенную статистическую отчетность, да, для того, чтобы быть включенным в реестр МСП, так называемый. Потому что в 2020 году, к 2020 году не все были в этом реестре. Ну, зачем? Кто-то не хотел, кто-то там как-то еще. А здесь господдержка начала оказываться в связи с Ковином исключительно тем субъектом, которые были в этом реестре. Поэтому на сегодняшний день это абсолютно как бы достоверный вариант. Так вот, в реестре МСП как было плюс-минус 75 тысяч субъектов предпринимательской деятельности, так и осталось. Из них порядка 46 тысяч, 45-46 это индивидуальные предприниматели, и порядка 29-30 тысяч это юридические лица, ОООшки в первую очередь, ну, либо акционерное общество. Вот эта цифра, она плюс-минус остается. У нас есть еще один момент, так будем говорить. Есть так называемые самозанятые граждане. То есть это налог на профессиональный доход, который был у нас принят в 2020 году. И фактически речь идет о том, что человек, занимаясь какой-то деятельностью, не будучи предпринимателем, да, там он печет пироги, может быть, я не знаю, ну, в сросках, да, например, или что-то там еще. У нас на сегодняшний день численность самозанятых в Алтайском крае уже ровно, вот буквально в эти дни превысила число предпринимателей на несколько человек. То есть 46 тысяч с небольшим предпринимателем, 46 и чуть больше уже самозанятых. Кому сейчас сложнее? Тем, кто хочет только стать на путь предпринимателя или тем, кто все-таки хочет сохранить свой бизнес? Наверное, сложно сказать кому конкретно, потому что преимущество молодых или новых, да, то, что они смотрят, что, скажем, есть, да, то есть он начинает дело, там, может, выпускает воду, там, начинает оказывать какие-то услуги, там, парикмахерские, не знаю, может быть, ремонт техники. То есть, во-первых, у него, как бы, энтузиазма, наверное, побольше, да, потому что ему хочется раскрутиться, и для него это новое дело. В то же время он смотрит нишу, которую может занять, он видит где-то со стороны, да, может, где-то сам, как потребитель, что вот чего не хватает у меня в селе или в городе, да, в округе, то есть не хватает этого, давай я позанимаюсь. В то же время есть ведь и стартапы определенные для молодых начинающих предпринимателей, и помощь, например, со стороны управления по труду, да, то есть там есть гранты специальные начинающим, то же самое управление по предпринимательству, то есть как начинающий человек может получить, получить определенные льготы, да. В то же время, конечно, опытные люди, они уже тоже по-другому немножко смотрят, они тоже ориентируются, говорят, вот надо там диверсифицировать бизнес, начать что-то новое, но у него уже есть база, ему не нужно брать там, может быть, помещение в аренду. Или такое, как первично, он уже ориентируется по ситуации, у него уже есть подготовка определенная. Значительно ли уменьшилось количество предпринимателей во время пандемии? Нет, я вот вам и говорю о том, что практически у нас количество не изменилось, кто-то уходил, это однозначно, но достаточно много тех, кто пришел. Я поэтому то, с чего начинал, что у нас в районе 75 плюс-минус тысяч субъектов предпринимательской деятельности мало в исцении предпринимательства, как было, так и остается. И число индивидуальных предпринимателей колеблется, конечно, но незначительно. То есть кто-то, конечно, приходит, смотрит, не получается, тем более в пандемию кто-то что-то не получил. Но в целом, с учетом, наверное, беспрецедентных мер поддержки, а только за 2020 год, за счет, в первую очередь, федерального бюджета, конечно, но и краевого бюджета, у нас по краю оказана господдержка на 9,5 миллиардов рублей. И этого хватило? Да. Я думаю, что на самом деле, вот те меры, которые в 2020 году именно, когда, ну самое жесткое, вы помните, фактически конец марта, начало апреля и там до конца там мая у нас многие просто были закрыты, многие сферы не работали. Никто не знал это. Если так вот сейчас смотреть, это же не только проблема России, это проблема мировая. Это была просто паника. Никто не понимал, что это, насколько оно опасно, но шли, к сожалению, по пути того, что проще закрыть все. Это и в Китае, и в Штатах, и там в Европе, и у нас тоже. Вот Роспотребнадзор считает, что распространяется вот так-то. Давайте все закроем. Давайте не будем вакцинировать никого. Давайте не будем там оказывать плановую медицинскую помощь. Вот, чтобы не пересекались люди, да, нигде. Давайте не будем там стричь волосы или там бороду. Не будем магазины какие-то. Оставим вот только ритейлеров, да, то есть продуктовые, где надо аптеки. Ну и еще один известный магазин строительных материалов, да. И у нас задавали вопрос, а почему один строительный магазин работает, а мы закрыты, например. Вот, то есть вот такие вот моменты были. И, конечно, вот моя позиция как уполномоченного всегда, то, что касается, если мы чего-то ограничиваем, да, мы тогда должны предоставить меры поддержки. Потому что бизнес не виноват в том, что зашел COVID, он не виноват, что его закрыли. Поэтому я всегда отстаивал вот именно тему, вот в том числе, там, прошлого года, тема 21, да, когда у нас предлагалось перед Новым годом опять ввести ограничения и не ограничить, не проводить корпоративные мероприятия новогодние, а ограничения по времени работы ресторанов, кафе. Люди не понимали, почему до 23 часов можно посидеть, а в 23 часа наступает пандемия, и уже нельзя сидеть. И у нас многие представители общепита, тем более в празднике, говорили о том, что, ну, это же самое время, мы хотя бы вот немножко вышли из этого, ну, дайте нам заработать. Нужно сказать, что вот Виктор Петрович Томенко услышал нас, и именно в отличие от 20-го года, да, когда были ограничения, в 21-м году таких ограничений не было. То есть не было ограничений на корпоративы, так называемые, да, на новогодние все мероприятия. На фоне вот таких, получается, строгих мер, масочный режим, QR-коды, наверное, по-любому к вам обращались предприниматели с просьбой поддержать в данном случае. Вот удавалось как-то помогать? У нас вот были меры, о которых я говорил, вот в том числе у нас как раз в ноябре месяце достаточно много представителей общественного питания обращались. Значит, они выражали обеспокоенность тем, что наверняка, как и в прошлом году, будет повторение, и им надо что-то делать и проводить. Поэтому вот как раз я считаю, что это вроде как не прямая финансовая помощь, но это должно быть возможность в системе общепита выстоять при второй волне. Это раз. Мы смогли договориться с губернатором, он принял решение, Алтайский фонд поддержки предпринимательства для особо пострадавших отраслей ввел возможность кредитования под 3% годовых. Это очень низкий процент, причем те сферы, которые могли воспользоваться, они намного шире, чем федеральные. Потому что проблема 20-го года, собственно, и 21-го по федеральной поддержке была в том, что далеко не все реально пострадавшие сферы торговли, например, были акведы, так называемые, то есть коды по видам деятельности, были включены. То есть у нас многие в 2020 году, хотя и не работали, и стояли, они не получали поддержку, потому что просто в постановлении правительства было ограничение по количеству кодов. Здесь у нас те же самые акведы намного шире были, то есть могли получить реально пострадавшие отрасли. Это еще одна мера. Еще одна мера – это то, что буквально 30 декабря 2021 года было подписано поставление правительства края, по которому ввели нулевую ставку на полгода с 30 ноября и вот по 30 апреля по аренде земли, земельных участков и государственного имущества, принадлежащего Алтайскому краю. Говоря о сегодняшнем, да, вот многие предприниматели говорят, что на фоне того, что сейчас происходит на Украине, они тоже потеряли какую-то долю прибыли. Конечно, конечно. Ну, во-первых, тот, кто работал в том или ином виде с импортом, они пострадали. Например, торговля, производство, которое использовало запчасти, в том числе сельскохозяйственные, да, например. Те, кто торгует, торгуют этими запчастями, автосервисы серьезные, да, это как бы тоже тема есть. Поэтому, естественно, они страдали. Многие другие сферы, да. Вот сейчас, ну, скажем так, наверное, первое особо сейчас пострадавшее, то, что все говорят, это однозначно кинопрокат. Потому что мы не видим тех фильмов, которые зарубежные премьеры, на них всегда ходили, и на них основные доходы были. Мы будем на нашем конгрессе, на пленарном заседании во вторник, в присутствии губернатора, мы будем эту тему озвучивать, в том числе секция наша, которую мы по господдержке проводили в пятницу, то я эту тему буду озвучивать, что давайте надо посмотреть все-таки, чем на уровне края мы можем помочь. Потому что установить, может быть, налоговые льготы по упрощенке. Они все, наверное, на упрощенке, скорее всего, насколько я понимаю. Может быть, еще что-то. Но мы их этим не спасем. Я не могу сегодня сказать, какая мера достаточная будет для поддержки того, чтобы вся эта отрасль выжила. Мы не сможем наладить выпуск запчастей к Мерседесу. Это однозначно быстро, недаром. У нас даже сейчас обсуждается тема автоваза, который стоит. У нас не работает. У нас фактически автомобильный завод УАЗ работает, говорят, и работает китайский завод, который выпускает хавалы. И что-то, по-моему, еще из небольших. А это все стоит. То есть даже там обсуждается тема выпускать «Жигули», условно говоря, «Лады» в простейшей комплектации. Потому что на них тоже, на самых особенно продвинутых ладах, там достаточно большое количество импорта. Поэтому импортозамещение однозначно будет развиваться. Для этого просто надо не полгода. Продолжим. Зеленая зона в поселке Южный, который благоустроили в прошлом году, вызвала опасения у экспертов ОНФ. По их мнению, на этой площадке дети могут получить увечья. Почему совершенно новый игровой комплекс уже зарекомендовал себя не с лучшей стороны? Смотрите в нашем сюжете. Решает. То есть как бы древесина, очевидно, низкого качества. В детских игровых элементах это использовать крайне непростимо. Теоретически игра на этой конструкции может стать последней. Игровой комплекс «Пирамида» – часть зеленой зоны на Южном, которую благоустроили в прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды. На всю площадку ушло 93 миллиона рублей. И у экспертов ОНФ к ней есть вопросы. Например, все та же «Пирамида», по их мнению, опасна для жизни и здоровья детей. В проектной документации предусмотрен Свердловский производитель. Однако по факту мы видим, что производитель барнаульский. Мы обратили внимание на то, что существует существенное отличие от оригинального производителя с тем, что установлено по факту. Например, в оригинале вертикальные несущные элементы выполнены из цельного бревна. Барнаульский вариант – из бруса. То есть конструкция, на которой играют дети, ходит ходуном. Отметим, высота конструкции – около 10 метров. Вес – более 5 тонн. Крепление должно быть ровное. Соответственно, понятно, что проставками можно временно исправить ситуацию. Какие-то элементы у нас с использованием обрезков, по-другому это не назовешь, каких-то подставок. То, что было под рукой, то использовали. В верхней части мы видим, что крепление этих балок отсутствует. Соответственно, жесткости никакой не будет. А весь прошлогодняя трагедия на Батуте, которая произошла у торгового центра в районе Докучаева, еще раз показала, что безопасность детей в игровых зонах полностью и целиком – ответственность взрослых. В зоне приземления присутствовали элементы из бетона. Мы видим, что их поправили, однако, как в том анекдоте, забыли убрать. К малым архитектурным формам тоже есть вопросы. Где-то крепления присутствуют, где-то крепления уже вырваны. Я боюсь, что мы вырвем. Надо сказать, что местные жители все равно рады площадке. Это лучше, чем ничего. Другой вопрос – как это можно было реализовать? Но зачастую и маленькие южане сами не ценят то, что для них сделали. Тут какие заросли были, никто не ходил, только пили. Но дело в том, что, посмотрите, ведь много все разрушили, все поисписали. Но не прошло года, что уже есть. А самое страшное, что бывает, что отрывают от тумбочек и от лавочек. Портят просто скамейки. Не только гарантия, но и содержание объектов – тоже важный вопрос. Кто будет следить за всеми новыми площадками? Нужно или выделять дополнительные средства на содержание этих территорий, или создать специализированную структуру, которая будет осуществлять управление парками и общественными территориями. Потому что на данный момент содержание не предусмотрено в бюджете. Тема остается актуальной, ведь до 30 мая жители Алтайского края должны выбрать общественные территории для благоустройства уже в следующем году. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край стал первым в России по числу людей с психическими расстройствами. Информация появилась на этой неделе в издании «Абзац» со ссылкой на Министерство здравоохранения России. На 100 тысяч населения 632 человека в крае имеют психические расстройства. На втором месте – Архангельская область, где таких людей чуть более 500 на 100 тысяч. Почему мы оказались на первом месте в рейтинге? Что влияет на появление расстройств такого рода и можно ли их избежать? Мнение специалиста далее. Говорить о том, что мы какой-то регион, страдающий психическими расстройствами, абсолютно неверно. То есть пограничные расстройства – это расстройства, которые не подлежат диспансерному наблюдению, не переходят в хроническую форму, но, соответственно, очень легко и просто лечатся. И человек потом считается здоровым. Высокий уровень у нас такой. Все благодаря тому, что у нас очень хорошая доступность этого вида помощи. Наверное, все знают, что в крае уже много лет, больше 20 лет, работает психотерапевтический центр. И, конечно, человеку проще пойти на прием к врачу-психотерапевту, психологу, нежели к врачу-психиатру, под вывеску «психоневрологический диспансер». Там работают высококвалифицированные специалисты, психотерапевты и психологи, которые оказывают специализированную помощь населению всего Алтайского края. Психические расстройства провоцируют очень много причин, главная из которых – это стресс. Если человек находится в состоянии хронического стресса, то, конечно, сказывается на его психическом состоянии. Различные причины, различные травмы, различные соматические заболевания. К состояниям стресса относятся такие, как, например, переутомление на работе, такие, как какие-то семейные неурядицы, различные разводы, либо болезнь близких, либо смерть близких. Стали обращаться те пациенты, которые переболели ковидом. Они обращаются, они как раз-таки обращаются вот с тревогой, с нарушением сна. А есть ли способы избежать психических расстройств? Конечно, есть, они существуют, и они всем известны. Это довольно простые способы. Я ничего нового сейчас не скажу. Значит, это, первое, это здоровый сон, который должен быть не менее 7-8 часов у взрослого человека, а у подростков и детей 9-10 часов. Это правильное питание. Обязательно нужно включать в рацион продукты, содержащие триптофан, такая аминокислота, которая вырабатывает гормоны счастья. Это обязательно занятие физической культурой, либо просто пешие прогулки, потому что физическая активность позволяет, разрядку организму дает, позволяет снизить эмоциональное напряжение. Это же, конечно, позитивные, положительные эмоции. Старайтесь как можно больше испытывать позитивных эмоций. И еще не о самых приятных цифрах статистики. В России ежегодно пропадают 40 тысяч детей. Как правило, 98% пропавших находят в первые сутки. Но поиски порой не прекращаются месяцами и годами. Представители поискового спасательного отряда «Лиза Алерт» говорят, спасательных операций можно было бы избежать, если бы родители и дети знали простые правила самосохранения. В Международный день пропавших детей они вновь об этом напомнили. Дмитрий Дроздов с подробностями. Это не триллеры, это реальные истории. Наверное, все помнят, как искали Ксюшу Бокову, до последнего надеясь на благоприятный исход. В нашем крае в год ищут порядка тысячи детей. Многих находят, но кого-то ищет долго. Подавляющее большинство, в настоящий момент единичные случаи ненайденных детей у нас в регионе. Детей и подростков мы тоже к этому относим до 18 лет. Из малолетних это Виктория Цыганова, республика Алтай, два года. В настоящий момент она является ненайденной. Но там с большей долей вероятности, то есть природная среда – это, скажем так, бич ребятишек. Водоемы и леса – тот самый бич. Игры у воды и на опушке часто заканчиваются исчезновением, особенно маленьких детей. Зачем таких малышей родители отпускают – отдельный вопрос. Но пропадают и более взрослые дети. С большей вероятностью исчезновения можно было бы избежать, если бы в семье знали правила, как сохранить свою жизнь. В очередной раз родителям и деткам о них напомнили в парке изумрудом в день пропавших детей. Детские поиски наиболее резонансные, наиболее находящие отклик у населения. И вот этим мероприятием мы как раз хотим привлечь внимание общественности к существующей проблеме, призвать к неравнодушию граждан, если, допустим, видят плачущего, потерянного ребенка, чтобы подошли, предложили помощь. В рамках мастер-классов накануне рассказали и показали, как вести себя, когда пропал ребенок. Что делать в первую очередь. Как научить свое чадо самосохранению, найти с ним общий язык и правильно объяснить правила безопасности. Ребенок задержался, вовремя не пришел, уже вызвали полицию, обратились в Лиза-Алерт. То есть как бы максимально быстро это нужно сделать, мы всегда об этом говорим. И тут вот ребенок приходит, да, заходит, открывается дверь и заходит ребенок. Да это ни в коем случае нельзя ругать детей. Никогда. Надо обязательно обнять, сказать, боже мой, как я переживал. Как хорошо, что ты пришел. Наши дети, вот, они настолько незащищены. И я думаю, что обязательно и чаще такие мероприятия проводим. Иногда родители не все могут объяснить. А в силу нынешней жизни иногда и времени не хватает. А вот детей ждал квест. Задания состояли из разных задачек и ситуаций, приближенных к реальным. Кто будет именно правильно? Потому что если покушать, то собирайте. А девочки надо брать. А девочки надо брать. И сегодня в России продолжают кого-то искать. Лучшим завершением поисков не только для родителей, но и для поисковиков являются слова «найден, жив». Это всегда счастье для нас. Неважно, на какой момент. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. И в завершении выпуска информация для любителей солнечных ванн и водных процедур. Пляжный сезон в Краевой столице откроется 10 июня и продлится до 25 августа. Официально будет разрешено купаться на городском пляже и водном мире. На пляже уже завезли чистый песок и углубили дно. Сейчас чистят территорию и готовят места под мусорные контейнеры. В ближайшие дни водолазы обследуют дно. Также начнутся работы по грейдированию подъездной дороги. А к 10 июня работу планируют завершить. Вот только погода в первый месяц лета, по предварительным прогнозам, будет гораздо более прохладной, чем в мае. Кстати, уже завтра в городе похолодает. Прогноз погоды от компании «Валардали». А я желаю вам хорошего отдыха накануне новой рабочей недели. Звоните. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. До встречи. Продолжение следует...